Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Сегодня исполнилось 40 дней со дня трагической гибели Бориса Немцова. С утра тысячи, я бы не побоялся этой цифры, его единомышленников и последователей, и друзей, и простых граждан пришли на Москворецкий мост к месту его гибели. И затем, после минуты немолчания, прошли в храм Папы Климента, где состоялась травмная панихида. О том, какой след оставил Борис Немцов в нашей душе и в наших делах, и в наших мыслях, в День его памяти мы поговорим с его единомышленниками и друзьями. И первый у нас представитель наиболее молодого поколения политиков Андрей Быстровский, он бюро партии 5 декабря. Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте. Скажите, как вы познакомились с Борисом и каким он вам запомнился? Вы знаете, он мне запомнился, я сейчас, наверное, буду перечислять очень много красочных, позитивных эпитетов, но, что самое интересное, изначально мое было впечатление о нем, как о человеке все-таки со шлейфом 90-х. И я относился к нему с определенным недоверием, когда я еще в свое, сколько это было, лет 5, 6 назад или 5, вступал в «Солидарность», как раз единственная организация, которая представляла, по сути, наши классовые интересы. У меня было такое определенное недоверие к личности немцов, вообще к людям, связанным с политикой 90-х. Но вся уникальность личности Бориса Ефимовича в том, что только ты с ним общаешься, он моментально рвет дистанцию, моментально захватывает тебя необыкновенным чувством юмора, может расположить к себе. И с ним связано достаточно множество историй того, как он полностью вообще поменял, например, мое представление о политике и о политиках. И мне он запомнил в первую очередь, я расскажу эту историю, последняя осень, как раз 2011 год, с самой такой наиболее, наверное, полной различными политическими событиями. Тогда был форум последней осенью, он как раз еще предварял выборы в Государственной Думе. Тогда прошли знаменитые дебаты Немцова, Каспарова и Навального. И он проходил три дня, и секция условно известных медийных личностей, она проходила, значит, в субботу. Ну, все активисты собирались там в пятницу, кто-то помогал, кто-то еще что-то делал. И единственный из всех медийных персонажей, у кого даже намечена была секция в субботу, в пятницу за день приехал Борис Немцов. Мы как члены солидарности с ним встречались, вечером сидели, их раз спросили, Борис Семенович, ну а что вы сегодня-то приехали, когда у вас выступление завтра, вам охота здесь в пансионате, значит, в советском что-то сутки проводить здесь. Не проще было, как все, там, приехать завтра. И он сказал, что, слушайте, ребята, да мне, говорит, вставать не хочется рано с утра. Я говорю, вот, поэтому я, говорит, приехал и, значит, с вами проведу время. И мы сели, он какие-то начал совершенно рассказывать тоже юморные байки и истории из своей деятельности, из прошлого. То есть я к тому, что человек вице-премьер, побывавший в таких должностях, министр газоэнергетики, руководитель фракции в парламенте, то есть прошедший большую достаточно карьеру серьезного такого мастодонта политики 90-х. И при этом он участвует, условно, в слюте активистов совершенно наравне со всеми. Это было первое вообще уникальное, одно из первых впечатлений о Немцове, когда я, собственно, свою точку зрения не то, что диаметрально поменял, но, по крайней мере, посмотрел на него другими глазами. И дальше он, собственно, лишь подтверждал вот это мое сложившееся новое мнение о нем. Это, наверное, было одно из самых запоминающихся вообще его появления. Спасибо, Андрей, да. У нас теперь на прямой связи Сергей Адамович Ковалев в истории нашей страны, занимавший первым постеполномоченным по правам человека, правозащитник. Сергей Адамович, вот вы работали вместе с Борисом Ефимовичем в политической сфере. Чем он, может быть, вам запомнился как политик, который унаследовал черты шестидесятников, вот так же был противником войны в Чечне, как и вы? Вот напомните об этом вам слово, Сергей Адамович. Знаете, я очень хорошо помню Борисовича в Нижнем, еще до того, как и он, и я стали депутатами Верховного Совета. Это было начало 90-го года. 14 декабря 1989 года умер Андрей Дмитриевич Сахаров. И Борис организовал в Нижнем, где он жил тогда, доску на доме, где Сахаров был, с Иерой Георгиевной в ссылке. И, ну, некие первые шаги музея Сахаровского в той же квартире. И организовал в Горьковском университете очень большую и очень содержательную конференцию. Это все было еще до первых выборов в Верховный Совет Российской Федерации. Так вот, это для Бориса Ефимовича были первые его общественные шаги. Он занимался физикой, и вот здесь вдруг он проявил, ну, вот такой общественной наклонности. Это была большая и содержательная фенция. И это были первые общественные шаги Бориса Ефимовича, как я знаю. Он отличался тогда от многих из нас, кто уже и что-то делал, и сидел. А для него это были первые шаги. И это был очень активный, очень заинтересованный и очень глубоко, и стремящий глубоко разобраться во всем человек. Дальше была политическая эволюция Бориса Ефимовича Немцова. Всегда они во всем были с ним согласны. Мы с ним с тех пор, с первой моей поездки в Горьки, были комы. И часто достаточно близко общались. Далеко не во всем были согласны. Мы довольно часто здесь в разных вещах. Но должен я сказать, что вот эта эволюция Бориса Ефимовича Немцова крайне положительная. Он становился, ну, осведомленнее, мудрее и стал честнее. Потому что, так сказать, потому что политика того времени, и не только того, она достаточно часто была лукавой, и ответ на Немцов довольно быстро избавлялся. Во всяком случае, к тому времени, когда он принял свою смерть, он был другим человеком, нежели прежде, когда он был на вершине, близок к вершине власти. Он довольно сильно революционировал и очень положительный, по-моему. Спасибо, Сергей Аданович. Спасибо. Давайте послушаем Ирину Хукамаду, общественного деятеля и в прошлом сопредседателя Союза правых сил. Она, в первую очередь, также вспоминает, каким Борис был человеком. Ну, Борис был, прежде всего, для меня в политике, когда мы были вместе. Конечно, человеком и другом. Как-то мне с ним было веселее и легче, хотя ругались мы очень часто. И все-таки только благодаря его человечности, эмоциям и человеколюбию, жизнелюбию, я вот с 99-го года по 2003 год чувствовала себя комфортно, и он меня оживлял в бесконечной политической борьбе. Прошло 40 дней, остался он все равно живым, и в моей душе что-то никак не получается, что его нету. Его прямо улыбка и веселые глаза стоят у меня перед носом. И меня радуют события, которые происходят в течение этих 40 дней. Во-первых, люди несут цветы. На мосту живой памятник. Это очень здорово. То есть он любил людей, относился к ним уважительно. И пусть даже это не то самое большинство, а меньшинство, которое приходит на мост, но это меньшинство дорогого стоит. И оппозиция договорилась о том, что они создают коалицию. На эти договоренности согласились и Рыжков, который в свое время ушел из РПР Парнаса, и Милов, который в свое время отошел от Немцова, и Ходорковский где-то там далеко вроде протянул руку, и Костьянов, и Навальный. Несмотря на то, что каждый понаделал свои структуры, все как-то пообещали работать вместе. И это тоже очень позитивный сигнал, потому что в следующем году выборы. И мне бы хотелось увидеть на базе одного списка, или Парнас, или Яблоко, всех их, которые пойдут и будут бороться за места в парламенте. У нас на связи Сергей Шаров-Доланы, активист комитета 6 мая. Добрый вечер, Сергей, как по вашему можно ли назвать Бориса духовным наследником диссидентов 60-х годов, вот в его борьбе за права политзаключенных, и даже вот в его трагической гибели. Вам слово, Сергей. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, я думаю, в этом отношении... Да, безусловно. И я бы сказал, что в еще одном отношении, очень важном, он был наследником вот той замечательной когорты, которая была людей, которая была вот в 70-х годах, 60-ников и так далее. Это был человек предельно искренне и честный. Вот это редкая вещь для политики, политика все-таки вещь такая, ну, достаточно, вплоть до рядом, не совсем уж такая честная и открытая. А Борис был всегда очень открытым, очень честным. И с ним было, поэтому, очень легко спорить, не соглашаться, обсуждать любой вопрос. Потому что ты знал, что человек, вот то, что он тебе говорит, то он и думает. Это очень важный. Спасибо, Сергей. Вопрос, Андрей. Мне больше нравится вспоминать Бориса оппозиционера. Я не очень люблю то время, когда он работал в правительстве. Мне больше нравится. Особенно вот его деятельность по борьбе за право политзаключенных. Как вы считаете, почему вот именно это стало актуальным в последние годы в России? Вот вы, как свежий человек в политике, вдруг столкнулись с тем, что ваших товарищей берут под домашний арест или того еще хуже? Ну, это, к сожалению, наша действительность сегодняшняя. Здесь я не смогу сказать чего-либо нового. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что репрессивная машина набирает обороты и кидает за стенки новых политиков, убивает политиков состоявшихся. И мы ничего не можем предпоставить, кроме как борьбу здесь и сейчас продолжать это дело. В том числе и как извещал Борис Ефимович всегда, что необходимо идти вперед. И все последние его действия были связаны именно с тем, что объединяться, атаковать и ни в коем случае не сдаваться, не унывать и смотреть вперед и пытаться победить. С нами на прямую связь вышел Вадим Прохоров, адвокат Бориса Немцова. Добрый вечер, Вадим. Скажите, пожалуйста, какие расследования Бориса Ефимовича вызывали наибольшее раздражение власти и вам приходилось защищать его интересы в борьбе с ней? Вам слово. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Ну, хотя, конечно, не сложно назвать его добрым. Вот сейчас как раз проходят церковины по Борису Ефимовичу Немцову. Хочу напомнить, что действительно где-то года с 2005-2006, может быть, чуть позднее, с интервалов примерно полтора-два года, иногда интервал занимал где-то один год, появлялись такие очень обоснованные, очень подробные доклады Бориса Немцова, посвященные той или иной проблематике, ну, как правило, коррупционной составляющей. Я напомню только, что это были доклады Путина в итоге, Путина в итоге 10 лет, жизнь Робана Галерах, Лужков в итоге, зимняя Олимпиада в субтропиках, Путина коммунальные тарифы и так далее. То есть, вот примерно с интервалом полтора года, со второй половины нулевых годов появлялись как раз вот эти доклады, каждый из которых вызывал безусловное раздражение власти, они раздавались на митингах, они бесплатно совершенно размещались в сети интернета, и сопровождаемые пометкой, что мы будем только рады, если кто-то их распечатает, распространит, вот здесь понятно, что вопрос сохранения каких-то интеллектуальных или прочих прав не стоял, важно было, чтобы максимальное количество людей и общественность с этим познакомилось. Безусловно, они вызывали раздражение, но я напомню, что по докладу Лужков в итоге, который вышел в 2009 году предыдущий городоначальник, значит, московский подал в суд, в Мазокровецкий суд, один из своих знаменитых исков, и, собственно говоря, к счастью, ну вот из пяти обозначенных им претензий, им претензий нам удалось отбить четыре, да, соответственно, его супруга, как бы, Елена Батурина тоже на тот момент подала иск, как от первой интегр, так и от себя лично, в арбитражный, правда, суд, который нам удалось выиграть полностью. Кстати, по поводу Лужковского иска, сейчас до сих пор дело лежит на рассмотрении, в кейсе находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека. Хочу отметить, что вот, знаете, удивляют, или, вернее, так, может быть, умиляют разговоры о том, что, какую роль играл Борис Немцов. Напомню, что даже, когда он уже вот в последние годы своей жизни находился в реальной, или как ее любят называть некоторые, значит, глухие языки, несистемной оппозиции, а может быть, это действительно так и есть, потому что он никогда не вписывался в путинскую систему и не собирался это делать. Так вот, именно после выхода этого доклада, собственно говоря, был и уволен тогда же президентом Медведевым наш предыдущий московский грандоначальник, известный своей неподкупностью господин Лужков. Буквально вчера закончилось разбирательство по докладу зимней Олимпиады в субтропиках, а их подал, опять же, никоим образом не замешанный ни в каких скандалах господин Якунис, владелец шубохранилища, отменяющий электрички для граждан, но при этом не забывающий, очевидно, про собственное благосостояние. И вот, собственно, вчера, ну, в связи с произошедшими событиями, объяснили вам представители, они отказались от эска, хотя я считаю, что перспективы этого дела были тоже неплохие. подавал Кургинян иск суд хотя он сам на ту фразу, которую сам произносил. И вот только я вспомню, наверное, буквально один случай, когда сам Борис Немцов был вынужден подать иск суд, ответчиком у нас был господин Путин, это по результатам той самой знаменитой линии общения с народом, когда Путин, так ничтоже сумняшится, сказал, что вот в ответ на некий вопрос заданный неизвестным слушателем или известным гражданином, а что хотят Немцов, Милов, Рыжков и прочие, он сказал, что да, вот эти люди поураганили в 90-е, украли значительное количество, а нет, как-то было иначе сформулировано, ну да, примерно украли значительное количество миллиардов, их, они хотят власти денег. Когда Немцов, Рыжков и Милов подали в суд, это был Савеловский районный суд, то адвокат господина Путина, в общем-то, не смогла предъявить каких-либо наказательств, а судья вынесло такое интересное решение, что, да вы знаете, Путин имел в виду не конкретного Бориса Немцова, а Немцова в таком широком смысле, то есть, вот как именно рецепт, это вот единственное, что могла судебная система противопоставить Борису Немцову. Вот, собственно говоря, те несколько лет, которые, когда у нас практически в таком ежемесячном режиме шли те или иные судебные разбирательства. Спасибо, Вадим, побудьте еще на связи, мы хотим поговорить сейчас о версиях вот гибели Бориса. Сергей Адамович, как вы считаете, вот того, о чем рассказал Вадим Прохоров, это было бы достаточно для недоброжелателей Бориса Немцова для того, чтобы попытаться убрать его с политической сцены, или это слишком, может быть, крайняя мера была в этом конкретном случае, вам слово. Конечно, достаточно, но, на самом деле, поводов убирать этого человека было горьше. Я уже говорил, что Борис Ефимович переживал некоторую эволюцию, эволюцию, как я понимаю, которая отводила его реаль-политик в сторону политики. Он был политик, да, но он постоянно сдвигался в сторону гораздо более принципиальной политики, нежели то, что политика традиционная, так сказать, предвыборные баталии и так далее. он понимал, что выбора нет и в ближайшее время не будет, и он понимал, чего надо же требовать. Вот, понимаете, традиционные политики, он, я бы сказал так, его эволюция стала в том, что он двигался в сторону общественной деятельности от политики в узком смысле этого слова. Потому, что политика это борьба за голоса, политики стремятся получить голоса естественно, не голоса малого числа мудрецов и мыслителей. На этом политики не сделаешь. потому политики бросаются в интриги и махинации. Вот, Борис Ефимович отходил очень отчетливо. И я думаю, что этот его трех одной из причин, по которой он был выделен и убит. Потому, что человек он был молодой, сильный, мощный и бесстрашный. А вот мне кажется, что это есть причина. И я не знаю, что там выявит следствие, кого она найдет как организация, а вот заказчиков вряд ли. Я не стану говорить, что заказчики заказчики были прямо во власти. Но вина, первая вина, основная, главная вина власти, по-моему, совершенно очевидна. По-моему, совершенно очевидна хотя бы потому, что власть создала ту атмосферу истерии. я бы сказал, ну, я бы сказал, помешательство даже, которое владеет сейчас обществом. И это и есть питательная среда таких дел. Я не знаю, я не знаю, было организовано это убийство, но я его связываю как раз с тем направлением эволюции Бориса Немцова, о котором я сказал. Потому что это самое отвратительное, самое непри для власти вектор эволюции нашего общества. Довольно вероятно, что кто-то пожелал помочь государству. Сергей Адамович, спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе. Это был Сергей Адамович Ковалев, наш великий правозащитник, вспоминал про Бориса Немцова. Сергей, вы завсегдатый судебных процессов, знаете все права заключенных. Чем вы объясняете такую неряшливость следствия, что она позволила подсудимым вот так отказаться от своих слов? Вообще как вам старт расследования этого преступления со стороны? Так, в общем, по первым ощущениям, вся беда заключается конечно в том, что мы очень мало знаем. Мы знаем ровно то, что следствие считает нужным сказать, говорить, естественно, не все, и в некотором смысле это понятно, потому что следствие еще не закончено, но явно и не собирается говорить всего, что уже гораздо более грустно. у меня большие сомнения, что мы узнаем. Правда, но что вот эти явные неувязки, которые произошли с самого начала, на мой взгляд, говорят о том, что это все столкнулись какие-то очень сильные интересы, которые не удается утрясти, так сказать, на ходу. и вот это вызывает очень большие подозрения, что мы все-таки увидим в конце некую согласованную между разными сильными мира всего версию, которая к реальному положению дела будет иметь очень касательное отношение, к реальному выявлению виновных и так далее. Ну и, конечно же, очень мало надежды на то, что мы узнаем именно реальных заказчиков преступлений. Это совсем как-то не верится, к сожалению. А как вы оцениваете, Сергей, то, что там некоторых членов общественной наблюдательной комиссии записали в свидетели и как бы вывели вообще из игры, чтобы они не могли входить проверять? Ну, это вот явный показатель того, что все очень нехорошо у следствия, потому что тогда просто ну это совершенно явное нарушение всех правил игры, ну всех законных методов, и оно действует для того, что просто ну вот люди, эти люди, бывшие у заключенных в СИЗО, могли сказать, передали их позицию. Позиция, это абсолютно законное действие, люди высказываются о том, что они забирают назад свое признание вины или бывшие или будто бывшие. Ничего противозаконного в действиях члена ПОНК не было, но это явно не вписывалось в так скажем стратегию следствия, и вот результат. Спасибо, Сергей. Андрей, вопрос. Вы находитесь в гуще вот этой оппозиционной борьбы. Как вы считаете, стал ли убийство Бориса иным способом выдавливания в целом оппозиции непримиримой из общественной жизни, то, что происходит и в повседневной действительности вашей, что не регистрируют партии, сажают ваших товарищей? Ну, конечно, стало убийство одного из главных оппозиционных политиков у стен Кремля. Это помимо очевидного карательных мер по отношению к конкретному политику, это еще черная метка ко всей оппозиции. Это совершенно даже не требует двойного анализа. Другой совершенно интересный момент следует сказать о том, что в этом смысле они заказчики этого убийства, кто бы они ни были, они прогадали, потому что Борис Ефимович как раз был тот, кто выступал последовательно, и Сергей Адамович правильно сказал об эволюции взглядов Бориса Ефимовича Немцова, кто выступал за максимальное объединение оппозиционных сил. И на фоне этой смерти, вот мы знаем о прошедшей встрече различных демократических сил люди готовы вот эта смерть как может быть не цинично бы это звучало, но она объединила вокруг себя всех все здравые силы. И поэтому вот то, что сегодня происходит, то, что когда убивают оппозиционных политиков в Синкремле, ну естественно нам другого не остается в принципе, если мы хоть что-то из себя представляем, объединиться и доказать, что мы что-то способны продолжать то дело, которое в том числе вел и Борис Немцов. Какие в дальнейшем будут меры? Ну понятно, что надо готовиться, готовься к худшему, а жизнь покажет. И могут быть и новые аресты и все остальное. Я, кстати, говоря вообще об убийстве Немцова тоже не согласен, то есть не стал бы делать однозначный вывод о том, что заказ исходил с самого верха. Но очевидно, если бы он исходил с самого верха, не нужны были бы эти вбросы в СМИ, не нужны были бы эти чеченцы, которые ведут очевидно след к одному неуправляемому региону. Очевидно, что какие-то лжеверсии о Шарле и Бдо, хотя они следили еще до этого случая, ну то есть за Удадаев, их машина, там ЗАС была найдена на Ордынке около квартиры Бориса Немцова еще до произошедшей трагедии, когда были расстреляны там французская редакция журналистов за карикатуры. Очевидно, что украинская версия не выдерживает никакой критики, она была вброшена, чтобы посмотреть и проанализировать реакцию общественности. То есть идет какая-то внутривидовая борьба, и здесь общественности, тех, кто хотят правды действительного наказания наказания виновных, необходимо четко и последовательно действовать единым фронтом для того, чтобы не спустилось очередное политическое убийство. На тормозах, как мы знаем, ни одно политическое убийство заказчик не было найдено. Ни Юшенков, ни Чихачихин, ни Истемирова, ни Политковской, мы не знаем имен. Здесь же ниточки ведут очевидные. Поэтому общественности необходимо сплотиться, тем более убить тот политик, который за последнее время это был один из самых людей широкой души, направленных к максимальному объединению фронта. Он был и самый ярый из демократов из старой закалки за проведение марша весна, хотя многие клевали этот марш из ядерного актива за то, что якобы это не соответствует духу традиционных оппозиционных митингов, проводить их где-то за пределами центра Москвы и требования якобы немножко размыты, а не такие там кандовые, как обычно. А второе, вы посмотрите, последнее видео, одно из последних видео, оно было записано в защиту националиста Белова. Ну, это же о многом говорит, что Борис Немцов всегда последовательно и выборов кандидатационных совета оппозиции, и при проведении митингов на Болоте, на Сахаровой, Немцов всегда говорил о том, что нам надо действовать единым фронтом, и чтобы наши цвета литры, в отличие от серого цвета путинской России. Спасибо. Вопрос Вадиму Прохорову. Вадим, а то, что вам удается узнать о работе следствия, какое впечатление на вас производится с точки зрения профессионализма и успешности? Ну, вы знаете, я сам не имею, как я считаю, к счастью, опыта работы в правоохранительных органах. Это, с одной стороны, может быть, не так хорошо, но, с другой стороны, не так плохо. Напомню, что я в данном случае представляю потерпевших, то есть, это все дети Бориса Немцова и Жанны, и Антон, и Дина, и Софья, совершеннолетние дети в индивидуальном качестве, а несовершеннолетние в лице своих законных представителей матерей, они признаны потерпевшими по данному делу. Ну, я хочу сказать, что какого-то сильно большого прорыва в плане ознакомления с документами в общем-то, пока нет, тем более, что статья 42 ОПК, которая, собственно говоря, и содержит права потерпевших, она, прямо скажем, достаточно такая урезанная, то есть, только с очень небольшим объемом документов можно познакомиться до 216 статьи, то есть, до ознакомления со всеми документами уже в конце процесс предварительного расследования. Тем не менее, что-то нам все-таки удается делать, и я хочу сказать, что, понимаете, вот, в плане установления непосредственных исполнителей, наверное, следствие действительно реально продвинулось, как мне представляется, но главное, чтобы вот эти задержанные исполнители, они, их вина была все-таки установлена всей совокупностью допустимых и относимых доказательств по делу. Думаю, что, наверное, с большой долей вероятности это произойдет. Теперь, что касается организаторов и заказчиков, вот с этим действительно значительно большая проблема. Я, кстати, не очень могу согласиться, что непонятно, куда ведут вот нити от предыдущих убийств, которые были называны, по крайней мере, нити от убийства Эстемировой и Политковской, у меня есть сильное подозрение, что ведут примерно к тем же самым заказчикам, которые, вполне вероятно, есть и по этому делу. Во всяком случае, в тот же самый регион. А кто там осуществляет непосредственную власть, всем в нашей стране известно. Поэтому, в данном случае, следствие действительно столкнулось с существенными трудностями. До сих пор не может быть не только арестован, но даже допрошен один из, как я понимаю, подозреваемых, а именно господин Геремеев, который с господином Дадаевым прилетел в Чечню на следующий день после данного убийства. Да и те лица, которые задержаны и арестованы по данному делу, содержатся под стражей, они все абсолютно, без исключения, задержаны не на территории Крещенской Республики. Некоторые на территории Ингушетии, кто-то там на территории Московской области, но абсолютно все не на территории Чехии пытались задержать одного человека и, собственно говоря, потом нам сообщили, что он подорвал тебе наградать, во что я, конечно же, не верю. Вот то, что федеральные власти допускают такую ситуацию, когда у нас не действует федеральное законодательство и, по сути, компетенция федеральных органов АИН-Следственного комитета России, Федеральный Службезопасности на территории одного из регионов, собственно, знаете, такая феодальная педальность подправления восстал моего восстал, а не мой восстал. То есть, Чечня отдана на откуп совершенно конкретным лицам и в данном случае, скажем так, компетенция федеральных органов очень ограничена там. Но я не знаю, что с этим будет делать господин Путин, потому что, когда право на власть и право на насилие концентрируется не в одних руках, ну, скажем, в руках федеральной власти, а таким вот образом рассредоточены, это очень большая проблема для них самих. Напомню, что сразу после убийства были допрошены губернатор Ярославской области, что, кстати, вполне нормально, ну, допрошены, допрошены. Были произведены выемки, обыски и так далее. На территории Чечни все это практически невозможно. Ну, вот с этим мы, собственно, и сталкиваемся, и свою главную задачу как представителя потерпевших я вижу все-таки в том, чтобы содействовать следствию в том, чтобы им учинилось минимальное количество препятствий, в том числе на территории данного субъекта Российской Федерации. Мы присоединяем Крым, и Борис выступал против данного процесса, но от Чечня-то остается в составе Российской Федерации. Вот по результатам данного расследования, данного следствия, у меня возникает все больше и больше вопросов. Прошли. Большое вам спасибо, Вадим, за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что это был Вадим Прохоров, адвокат Бориса Немцова и членов его семьи. Давайте послушаем Ирину Хакамаду, которая помнит о своих спорах с Борисом Немцовым. Самый такой грандиозный спор у нас был в правительстве, естественно, потому что в правительстве тяжело реализовывать свои мечты. И вначале Борис со мной согласился, что нужно создавать кредитные союзы по типу того, что есть в Италии. Потому что я с ним и с Ельцином ездила в Италию, мы там подписывали соглашения и договаривались о сотрудничестве, и мы там изучали опыт. Италия является одной из стран немногих, где кредитные союзы являются альтернативой банкам для того, чтобы кредитовать малый бизнес. Это такие кассы взаимопомощи. И они начинали с поддержки государства, а потом стали частными, самостоятельными и играли огромную роль в продвижении малого бизнеса не только внутри Италии, но и за ее пределами. И все шло красиво. А когда я подготовила соответствующий законопроект восстановление правительства, тут мне Борис сказал, Ир, нет, все равно это отмывание денег будет. И тут я на него наехала, ну вот начинается, значит, пока мы на улице, мы делаем одно к парламенту или где-то, как мы приходим в правительство, у нас везде отмывание денег, в общем, все в пух и прах полетело, но не получилось у меня, то есть я его не переубедила. А вот он меня убедил, когда он начал кампанию борьбы с олигархами, потому что в правительстве первое, на что мы нарвались, и прежде всего главные вице-премьеры Чубайс и Немцов, это на борьбу с ними Березовского. В связи с тем, что кто-то с кем-то был недоволен по поводу залоговых аукционов, началось прямо свержение этого кабинета. И как Боря мне объяснил, началось с того, что он не стал поднимать трубки, как только стал вице-примером всех этих крупных предпринимателей, понятно, чтобы типа потереть и поговорить, чего можно с этого нагреть. И он созвал конференцию антиолигархическую, он ввел понятие, что вот, ну как бы поднял его в обиход политической жизни, что олигархия несовместима с движением вперед. И он говорит, и вот поехали вместе, ты меня должна поддержать. И Гуголь, ты понимаешь, с кем ты вообще связываешься? Сейчас вообще нафиг сметут. Нет, нужно все равно бороться. Я говорю, ну ты как-то очень жестко, так откровенно. Все-таки страна сейчас состоит из крупника всю жизнь, среднего класса нет. Сейчас вот ты берешь врагов больше, чем сам станешь сильным. Ну я такая мудрая женщина, а он вот был таким боитель. Но все равно я поехала, скрепя зубами, я помню эту огромную предконференцию. Но потом я поняла, что он был прав, он угадал, потому что дальше все понеслось с такой скоростью и был свернут весь кабинет и по дефолту все неправильно было сделано. В общем, ошибка на ошибке и все это в том числе было связано с тем, что крупный капитал, слившийся с властью, в общем-то угробил страну. Как говорят некоторые астрономы и дальше ненормативная лексика. Сергей Шаров Долоне вопрос. Вот в чем по вашему значение создание народного мемориала на месте гибели Бориса, за что сейчас идет сбор подписей? Ну, видите ли, в чем дело. У нас все-таки в стране пока что всегда такие вещи происходили только сперку. Борис был как тем самым человеком, который умел делать вещи с МИИЗу. То есть вот и это было бы очень хорошим для хорошей памяти для него вот такой мемориал сделанный инициативой людей, не инициативой власти, инициативой начальников, так скажем, а инициативой просто простых граждан, которые его поддерживали, которые его сторонники и которые просто его уважают. Это была бы очень большая вещь увидеть немножко иначе вообще просто развернуть тренд такой вот тренд к отношению к людям и так далее. Что у нас не власть помнит о ком-то не с ее благоволения, а с эта вещь человеческая, живая и именно потому и ценная. Андрей, вопрос. Как вы считаете, вот 16 апреля будет пресс-конференция главы государства. Очевидно, будут и неприятные вопросы по поводу вот этого громкого преступления, этой трагедии. Есть ли вообще у Кремля сейчас какая-то убедительная линия защиты или вот все опять повернется, как в первые дни, когда сказал пресс-секретарь, что берет под свою контроль президент это делал, а потом сказал, что вы его не так поняли, он просто все такие дела отслеживает. Ну, короче, отмежевался от его слов. А потом еще добавят, что, ну, Борис Немцов же был рядовым гражданином, поэтому тут особого контроля не требуется. Да, и тогда и похороны не государственного уровня сделали. И то, что он руководительной фракцией был, министром и вице-премьером, ну, это уже в 90-е, там, поураганили, и все заслуги обнуляются. Не знаю, я думаю, не питал бы особых иллюзий о том, что Путин, поскольку мы знаем его психологические особенности, когда он какие-то даже резкие и человечные заявления не будет делать просто потому, чтобы, не дай бог, тем самым, как выражаются, не поделиться рейтингом даже и к умершему человеку, который распространяется, естественно, на всю сегодняшнюю оппозиционную среду. Поэтому я думаю, что Путин ограничится высказыванием что-то в духе «пусть суд решит», и это дерзкое убийство должно быть расслаблено. Как он и всегда говорил, никогда публично он свои истинные мотивы не обнажал. Но тут еще интересно другое. Я продолжил мысль Сергея о мемориале, о том, что действительно такая табличка необходима, и необходима в том числе и потому, как раз увязывая ваш вопрос о путинской пресс-конференции, только вспоминая его как раз прошлую, когда он сказал, что они пураганили якобы в 90-х вместе с Миловым и со всеми остальными. Но только сегодня-то пусть предъявит, но, понимаете, умер, убили человека, убили политика большого, а у него оказалось, что никаких свечных заводиков, ничего, собственно, и нет, ничего он не воровал, кроме того, что сейчас они спекулируют на его личной жизни. Даже эти спекуляции не удаются, потому что я вот вспоминаю там репортаж всего 50-летия, всего юбилея, где там три жены бывшие, они все вместе за одним столом. Вы найдите еще такого человека, который объединяет не только еще политиков, но и в личной жизни никого от своих, от себя не отталкивает, даже могучий объединить своих в человеческих, в любовных отношениях людей, которые были с ним, при заднем столе сидели и жены. Поэтому в этом смысле, конечно, Немцов, как пример, чистоплотности, открытости и человечности, он, безусловно, заслуживает этой мемориальной доски, даже и политические противники в этом, ну, обязаны согласиться, потому что это действительность. Ирина Хакамада по-своему оценивает и ход расследования убийства Бориса Немцова. Я считаю, что все совсем неясно, потому что понятно, что есть сильные меры сего внутри власти, которые не заинтересованы в том, чтобы заказчик был раскрыт и, может быть, есть другие силы внутри власти, которые заинтересованы. И эта мутная вода, в которой у нас находится власть, не дает никаких вообще надежд на то, что мы что-то поймем. С другой стороны, то, что отказались от мести в связи оскорблений национальных чувств по поводу комментариев Бориса Немцова по результатам убийства французских журналистов. Вот это позитивный момент, что, наконец, следствие приходит к одной версии, это убийство по найму, значит, заказное, значит, был заказчик, и этот заказчик, как бы никто не говорит, что это заказчик в связи с каким-то там личными отношениями Бориса Немцова там с женщинами и так далее. На этом спасибо. То есть, заказное убийство это все-таки шаг вперед. Да, вот Сергей Шарова-Доланэ, вот вы такой опытный, что ли, наблюдатель за политическими процессами. Что вас настораживает вот в том обороте, который принимает следствие и ход этого уголовного дела? Что вас настораживает и наводит на подозрение? Вам слово, Сергей. Ну, понимаете, что настораживает самое простое. Настораживает то, что нам, ну, ладно, не говорят сейчас, но никто и не заявляет о том, что все документы по делу будут обнародованы. Когда такая тишина на эту тему, то всегда есть подозрение, что будут обнародованы только те документы, которые будут сочтены удобными, сочтены правильными, так сказать, для версии, и все остальные будут положены под сукном. Ну, обязательства, мы так не услышали, обязательства предъявить все аргументы, которые есть, показать все видеозаписи, которых было море, но эти видеокамеры на мосту просто море же, ну, десяток, на мосту, красных кремлевцев, на стенах, все эти видеозаписи показать публично. Таких гарантий никто не дал. Это всегда вызывает вопрос. Да, спасибо, Сергей. Вопрос, Андрей. Вот я считаю, что одна из главных заповедей, Борис, это вот участвовать в выборах, в голосовании. Как вы считаете, вот что сейчас надо делать оппозиции, чтобы ее реализовать? Ну, следовать этой заповеди точно надо, участвовать в выборах, если такая возможность есть. Другое дело, что, учитывая сегодняшнее вообще положение и в том числе и убийства такие откровенные и дерзкие около Кремля, такой возможности может и не быть. Понимаете, готовиться-то надо к сражению, другое дело, будет ли предоставлена карта этого сражения и возможность в нем участвовать. Есть вполне вероятность, что следующие выборы 16-го и тем более 18-го года будут проходить между кремлевскими партиями и кремлевской же оппозицией и соревнования будут из них проходить, кто более верен и кто ниже припадет к сапогу. Это вполне возможно и только вероятно, что внешние источники или какие-то процессы, которые мы не можем быть учтены, потому что переменных здесь масса, что еще произойдет. Готова оппозиция должна быть, а произойти может что угодно от того, что опять оппозицию как и на московских выборах технично удалили, не допустив ни одного кандидата, ни тех, кто собрал, ни тех, кто не собрал подписи, так и в Госдуму можем договориться о массе коллекционных соглашениях и верности друг к другу, и действительно это будет таким, но конкретно участие в выборах опять будет определяться на новой площади в администрации у Володина, и потом может быть в смсках, в слитых мы что-нибудь по этому поводу узнаем, поэтому здесь гарантий, конечно, никаких нет, но следовать и готовиться, потому что политика это и есть выборы, только другое дело либо ты добиваешься этих выборов, либо ты играешь по лекалам, которые тебе, значит, рисуют в кабинетах администрации президента. Как по-вашему, Борис был одним из наиболее перспективных в смысле кандидатов на высший государственный пост, вот почему его так боялись это его тайные и пока не названные враги и убийцы? Ну, насчет высшего, я, честно говоря, наверное, все-таки здесь занимаю более критическую позицию, поскольку, если даже в сознании условно-демократической общественности очень сложно перебороть вот тот шлейф из 90-х, даже если ты конкретно к нему отношения не имеешь, что касается масс, это совершенно эмоциональная установка, которая, ну, требует, наверное, психологического вмешательства и ее даже рациональными аргументами здесь не перебороть, поэтому все-таки, наверное, второй тур возможен, а реальная победа, я все-таки не склонен здесь переоценивать, не знаю, рейтинг Бориса Ефимовича, ну, как важного участника коллекционных соглашений, как имеющего связи на Западе, как владеющий информацией по войне с Украиной, как его антивоенной позиции, ему же удалось против чеченской войны без интернета и без ничего собрать миллион подписей, это же было, это и сегодня этим можно хвастаться и сегодня вспоминают об этом, по-моему, во всем мире. Вот в этом смысле его важность и необходимость как проводника тех интересных и проводника новых людей в политику, здесь, безусловно, его важность и вот эти разговоры его неактуальность или там даже Познер, который говорит, что нам тогда он гадость сказал, что он якобы как курица с отрезанной головой, но это, конечно, бред либо очевидное потакание корыстное или бескорыстное властным мотивом. Конечно, он был актуальным и большим политиком, а тем более он умел объединять вокруг себя людей. Вопрос Сергея Шаров-Долане. В чем вы видите сейчас для сторонников Бориса следования, его заветам, верности его политическим принципам, как по-вашему? Мне кажется, что в первую очередь это упорство и стойкость в достижении наших общих идеалов. Это самое главное. Потому что за время последних годов Борис тоже не раз менял свою позицию. Его же была позиция нахнах, его была позиция участия в выборах. И это вещь нормальная, потому что в политике все меняется, в жизни все меняется. Нельзя заниматься догматизмом. А вот что у него было постоянное, это твердая убежденность в вере в демократические ценности, в свободу и упрямая борьба за них, упорная борьба за них. Вот это то, что мы должны продолжать. А уж какими средствами это жизнь нам будет показывать. Да, вот, Андрей, как вы считаете, если вот так оценить в целом замысел вот тех неназванных врагов и организаторов этого злодеяния, они достигли своей цели или они вот их рукой мы должны, вот я так бы это сказал, что мы должны сплотиться вокруг тех наших идей и принципов которыми руководствовался Борис и еще теснее выступить за те идеалы, которые он нам завещал. Ну вот, однозначно вторая часть вашего вопроса она точно сбылась, поскольку сплочение, единение оно сейчас чувствуется, оно сейчас разлит вообще в атмосфере, когда приходишь на мост, когда встречаешь с соратниками, когда ты даже читаешь новости оппозиционные, но истинных мотивов и целей заказчиков мы все равно с вами можем только догадываться о них. Я даже беру в расчет, что во многом там отсутствие определенной скудаумия, они порой даже не просчитывают такие стратегические и такие долгосрочные последствия того, что они натворили. Но то, что общество отреагировало, то, что никто не сбежал, никто не уехал, даже поначалу определенная паника в либеральном лагере так называемом она присутствовала, очевидно, что люди так, кто-то там особенно из медийных персон начал озираться по странам, но сегодня мы видим, что сплощение колоссальное, ни одного замолчавшего мы не найдем. все сегодня были на мосту, все приносят цветы, цветы убирают и все равно приносят, люди не боятся, музыканты не боятся выступать, но единственное, вот площадки, да, там видно совсем осуществляют, потому что люди полностью зависимы коммерчески от непосредственно властей, которые могут регулировать их коммерческую прибыль, они просто остаются на улице, а люди, которые независимы, кто был в политике, кто занимается творчеством, они все привели единодушие, солидарность и готовы отстаивать те заповеди, которые после себя оставил Борис Ефимович Немцов. Большое спасибо, Андрей, я тоже сегодняшний, хотя бы грустный день, сороковины по Борису, но он оставил какое-то светлое по себе чувство вот этого единения вокруг его фигуры и его идеала. Напомню, что у нас в студии был член бюро партии 5 декабря Андрей Брюстров, а по телефону были Вадим Прокоров, Сергей Ковалев и Сергей Шаров-Главный. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова